Между тем, в Жамбылской области из-за мощного урагана пострадали десятки жилых строений. Сильный ветер снес крыши и повредил фасады нескольких многоквартирных домов. Вместе с тем, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 12 пожаров. А из-за резкого потепления в горных районах возникла опасность схода селевых потоков. О последствиях природного катаклизма расскажет Дина Жанабекова. Мощный порывистый ветер обрушился на регион накануне. В результате разгула стихии в нескольких микрорайонах Тараза возникли масштабные пожары. Разбушевавшийся ветер застал врасплох местных жителей. По их словам, подобные природные аномалии – большая редкость для области. Вырванные с корнем деревья, разрушенная облицовка зданий, разбитые витрины и окна – все это после себя оставил пронесшийся ураган. А вот в поселке Аса потоки ветра полностью сорвали крышу 70-квартирной многоэтажки. Вчера был очень сильный ветер. Потоки воздуха сбивали людей с ног. Как видите, даже целую крышу снес ураган. Упавшая крыша повредила три электрических столба. В Акимате пообещали устранить все последствия. Природная аномалия не обошла стороной степные равнины. Из-за внезапного потепления начали загораться сухие участки травы. В итоге общая площадь возгорания составила 24 гектара. Из-за сильного ветра пострадала крыша пятиэтажного здания. Ее площадь – 792 квадратных метра. Пострадавших нет. На месте происшествия работает специальная комиссия и сотрудники ЧАЭС. Местные власти пообещали устранить все последствия ЧП. Однако специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям не исключают повторных ударов стихии. Из-за повышения температуры в горных регионах Жамбылской области наблюдается увеличение осадков. Как следствие, на местности возникла опасность хождения селевых потоков. Местные службы подтвердили стопроцентную готовность к экстренному случаю.